Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители! С праздником вас, Сретение Господне! Мы продолжим наши беседы, на которые любезно согласился известный новосибирский богослов, человек просвещеннейший в духовных исторических вопросах, и будем продолжать наши темы. Говорю, что первый цикл мы уже оформили, по темам там все, он уже у нас издан, как-нибудь где-нибудь сделаем какой-нибудь сайт, на этом сайте. Это второй цикл, потом зарядим, соберем вместе. Значит, мы остановились на смерти Ивана Грозного, но это такая важная тема, что мы решили ее еще немножечко так прощупать. Да, немножечко мы решили подойти к этой теме более основательно, чтобы потом нам было понятно, откуда возникли смутные времена. Правильно. Откуда возникли смутные времена. Ну, я хотел бы буквально два, несколько предложений сделать такое лирическое отступление о своих размышлениях немного, о вот этих исторических событиях, буквально несколько слов, для того, чтобы было понятно дальше течение мысли. Я долго размышляю над вот этими всеми происходящими событиями, ну, а также сравнивая их с другими историческими событиями, каких-то вот серьезных реформационных моментов там во Франции, например, в Великобритании, в других государствах, ну, вообще во всем мире, я увидел интересную закономерность. Любое предсмутное время, любое время вот таких серьезных больших реформ, что в Англии, что во Франции, что в России, всегда отличается назначением козлов отпущения. Нужны крайние. И обычно, как бы, их объявляют источником зла. Их объявляют тиранами, мракобесами, идиотами. Да, недоумками, вообще сумасшедшими, просто-просто всякие вешают клейма на этих людей. Это, знаете, почему? Это для того, чтобы потом будущим, пришедшим после них, можно было чем-то прикрыть свою ничтожность. Ой. Свою ничтожность. Свою. Наглядная. Вы знаете, я прямо вот это заметил, эту закономерность. Они, по сравнению со своими великими предшественниками, ничто. Пустое место. И кроме как ворочать навозные кучи и сжигать исторические сведения, они ни на что совершенно не способны. И вот они начинают писание, ну, курбские всякие, всевозможнейшие европейские, там, кромзины, заказные исторические труды писать, заказные, как Романовы потом всю рюльковскую историю переписали. Именно для того, чтобы показать, что вот я самый царь царей. Я построил лучшее. Я победил всех врагов. А до меня жили только чмушники, идиоты и дураки. И вот это вот, это касается всего. Это касается и церковной жизни. Как пытались принижать и обгаживать великих, серьезных духовных людей, боровшихся за свет церковный, называя их еретиками, жидовствующими, растригами. И мы увидим, в конце концов, что до них добрались в второобрядчестве, когда уже пытались вообще сломать голову русской православной церкви. И точно так же и с государями. Это касается Ивана Грозного и действительно настоящих патриотов России, которые не просто для какой-то галочки и не для толпы, а по душе своей были действительно русскими, хорошими, великими, добрыми людьми. Вот это мое такое краткое, маленькое логическое... А я в подтверждение вашей вот этой мысли прямо обращу внимание наших тех зрителей, которые нас умудряются смотреть, посмотрите, откройте хоть в Википедии, хоть любой энциклопедии памятник тысячелетию Руси, который поставили Романовы, которые говорили, что он не политизирован, что он великолепный. Посмотрите, кого там нет. Не только Ивана Грозного, которого как будто не поместили из-за того, что он разгромил Новгород. Нет, не только. Там нет Ивана Грозного, там нет слабоумного якобы Федора Ивановича, царь, о котором говорить можно много чего хорошего, очень много положительного. Значит, нет Бориса Годунова то же самое, о котором можно говорить. А это вообще странно, потому что Борис Годунов, там патриарх и все это самое. И нет Иова, понимаете, первого патриарха Руси, понимаете, целая плеяда таких мощных государственных людей. Мы добьемся того, что рядышком возле этого большого колокола поставят маленький, на котором мы изобразим переделали, уберут в того всяких Гедеминов и этих Ольгердов, мифических персонажей, Витовтов, которые для Руси просто были врагами. А вместо них установят нормальных русских героев. Это действительно, вот это вот всякие Витовты и Ольгерды, это мифические помощники России, будившие ее врагами. А вот те, которые действительно оказались нашими такими кровно-защитниками интересы, они остались врагами. А знаете, я еще что обратил внимание, а 1530 год у нас с чем знаменит? Ну, рождением нашего первого государя, царя, значит. Ну, не первого, а как бы он говорится, да-да-да. Да, пусть уже, конечно, реально, реально первый государь. И рождением первого патриарха. А его тоже в 30-м году родился. Ну, вы понимаете, интересно. Да-да-да, я вспомнил сейчас тоже там, ну, большинство историков с нами. По идее, и русская православная церковь, и государственность должны эту дату вспоминать как великую дату рождения великих людей. Да, несомненно. А их просто затерли и затоптали. Да, опять же, оговорюсь, мы не говорим, что есть такие личности, у которых нет ошибок. Никто не оправдывает опричненного. Никто не оправдывает. Возможно, Грозный мог и по-другому сделать. Нет, я не буду оправдывать. Мне жалко каждую отрубленную голову, которую кидали через забор на двор митрополита. В общем, люди перестарались. Тут нет, ничего не может быть такого совершенно хорошего. Мы не найдем с вами ни одного в истории правителя, в котором не было бы каких-то перегибов в его правлении. Любая власть, она вынуждена рано или поздно в какие-то моменты прибегать к насилию, к каким-то непопулярным мерам. Не бывает такого, чтобы было гладко. Никогда не был никакой вождь, вожак, чтобы мог он быть совершенно прекрасным идеальным. Не на пустом месте возникнуть. Да, конечно. Я поэтому, то, что экзальтированность была, это несомненно. То, что потом опричненно разъелось и обнаглелось от своей безнаказанности, ну, не может быть человек, хоть он будет семипядей во лбу, чтобы он мог контролировать все. Естественно, значит, возникает, если кто-то наделяется безграничными практически полномочиями, он рано или поздно, вот даже будучи совершенно прекрасным человеком, рано или поздно в какие-то моменты он начнет злоупотреблять своим служебным положением. Все равно. Как мы и увидели, в конце концов, когда уже в последние годы просто обнаглели и стали грабить просто. Уже не то, что в государстве интересы или еще, ну, стали грабить. Так всегда было. Поэтому Грозный очень правильно поступил, упразднив опричненно. Она выполнила свою функцию, она была нужна, она закончилась. Поэтому здесь нельзя говорить о чем-то однозначно плохом, о чем-то однозначно хорошем. Вот мы только что подняли этот вопрос и о теме назначения козлов отпущения, назначения виноватых. Это именно об этом и говорит, что те, которые сами ничего из себя не представляют, пытаются других выставить вот этими козлами отпущения, которые представляются в их глазах источниками зла. Вот мы вот немножко пропустили одну важную историческую тоже личность. Это святитель Герман, нареченный митрополит московский. Он из рода Садыревых-Польполевых, по сути дела из богатого, серьезного княжеского рода. И был в свое время волоколамским казначеем в волоколамском монастыре, и потом после назначения, где он и познакомился с Гурием, после назначения Гурия епископом казанским, он стал преемником его в этом волоколамском монастыре. В 64-м году он после смерти Германа был приглашен в Казань и собором архиереев избран казанским епископом, архиепископом казанским, да. А потом два года в Казани он был вызван Иваном Грозным на сначала земский собор, а потом церковный собор, который происходил в 1866 году. И вот понятно, что вот эти все мысли о реформе церковных земель, о централизации государственной власти, они постоянно обуревали Ивана Грозного. Ему нужен был предпомощник, свой митрополит, который мог бы его поддерживать вот именно в этих вопросах о национализации церковных земель и о жестокой борьбе с дворя, с боярами, то, что можно было централизовать государственную власть. Но произошла интересная вещь. Уже будучи, живя в митрополитических покоях в Кремле, после богослужения, Герман стал делать Грозному замечание. Делать замечание о том, что нехорошо поступать, особенно казня боярских детей, которые маленькие, еще ничего не соображают, они попадали тоже в эту мясорубку репрессий. Кстати, это было принято, особенности у всех восточных народов, это было принято. Если Чингисхан казнил какого-то там Мурзу, вырезалось все, чуть не собачек вырезали во дворах, чтобы не осталось никого, и памяти даже близко не осталось. Поэтому это было принято. И тут попадали невинные дети, ни за что, ни про что, просто так, что они оказались вот в этой семье, родились, за это их, значит, сразу всех казнить. И тут же донесли Грозному, что на проповеди такое говорил, митрополит Герман, и сказали так, хитрые слова, прямо это сохранилось в летописи, что ты был уже в подчинении других епископов, а этот еще не стал митрополитом московским, а уже тебя лишает свободы, то есть ты не сможешь действовать, как ты хочешь, царю уже. И он, значит, его вызвал к себе и сказал, ты мне уже начинаешь, еще не стал митрополитом, меня уже ограничиваешь, и отправил его в ссылку. Отправил его, значит, сначала даже не то, что отправил, а просто отстранил, потому что, знаете, еще интересный факт, сохранилось в летописи, что он участвовал в хиротонии митрополита Филиппа. То есть его ни Саана не лишили, ничего не наказали, а вот избрали вместо него Филиппа, и он в частности был обязан на него присутствовать, да, да, на интронизации, да, посвящении Филиппа митрополиты. Значит, здесь еще одна очень интересная вещь есть, факт, на который я хотел бы ваше такое вот именно церковное духовное внимание обратить, это вот о вранье Курбского, о том, что у Курбского очень много вранья в его трудах. Он греб все, что мог, и по заказу писал вот эту историю великого князя Московского, его, вот это такая книжка есть, которую написал Курбский. И в ней и факты есть реальные, но очень много вранья. Почему я об этом так говорю? Потому что здесь в конфликт вот сейчас вступает житие митрополита Германа, архиепископа Германа, и книга Курбского, они вступают в конфликт. Почему? Потому что у Курбского написано, что митрополит Филипп был задушен опричником. Это от него и пошло. Да, и отравлен опричником. Нет, он все равно был убит, но вы поймете, что Курбскому все равно было, что грести. Значит, в других исторических сведениях отказано, что он умер от болезни, от какой-то там заразной. Но на самом деле факты подтвердили совершенно другое, противоположное Курбскому вещь. Значит, когда в 1888 году переделывали гробницу Германа, то обнаружили, что голова его отрублена. То есть его никто не душил. Германа или Филиппа? Германа. Это я говорю про Германа. Филипп потом. Вот Филиппа, может, там уже и душили, а вот конкретно в 1888 году переоблачалось это все, переделывалась гробница и обнаружили, что голова была отрублена. Причем голова была отрублена неестественно. То есть не профессионал, рубил голову непрофессионал и не смог ее отрубить с одного раза и рубил несколько раз. То есть отрубил челюсть, потом рубил по голове и по шее. То есть отрубил нижнюю часть головы, а потом сзади шею перерубал. Что это было? Скорее всего, это было просто не имевшее никакого государю отношения. Просто грабили в этот момент. Вот о чем мы говорили. Опричнина дошла до определенного апофеоза и нужно было гробануть богатого казанского митрополита. Причем больше даже вам скажу. В 1922 году советские власти производили вскрытие гробницы и было обнаружено, что отрублена нижняя челюсть и отсечена дальше сзади позвонной перевернутая и отсечена. То есть он лежал на спине и его ударили топором по черепу. Не смогли его отрубить. Понятно. Потом перевернули и уже после этого по шее отрубили ему голову. Добрые люди. Очень хорошие добрые люди. Но о чем Курский пишет о том, чем не знает. То есть это я вот что хотел обратить внимание. Он просто собирал где-то что-то всякие вот сплетни. И выдавал их как будто он действительно свидетель исторического факта. Но на самом деле это очень важно. Вы знаете вот такие мелочи. Это делали все. Да. Конечно. И английские, и голландские. Я считаю вот эти мелочи очень важными. Потому что это вот недавно сейчас вот на днях министр иностранных дел Дании вынужден был подать в отставку. Почему? Потому что он заявил, что в 2006 году был на даче у Путина, где Путин ему сказал, что Белоруссия, Украина и Казахстан и Россия это великая Россия. Что он намек на то, что он хочет все это объединить великую Россию. А потом выяснилось, что никакой дачи он не был у Путина. Ни в каком никогда вообще. И не встречался с Путиным и ничего. А пересказал слова какого-то другого человека, который там был у Путина вроде бы на даче, но слышал что-то не то и что-то не так. Но ради правды так хочется соврать иногда. Это вот церковники, кстати, очень политики, церковники очень этим болеют. Это же ради Иисуса Христа врешь. Ради Пресвятой Богородицы. Не просто. А вот ради же святыни, чтобы люди поверили в правду Божью. Не надо врать ради Божьей. Правда Божья сама разберется как лучше. И вот тут тоже министр Дании решил, значит, приврать, чтобы показать, какой Путин нехороший. И он хочет объединить опять Советский Союз, там, не знаю, Сталина и прочее. И все остальное. Это ради красного словца, говорят, не пожалеют и отца. Суть информационных войн, это клевета. Да, это вот точно. И неправда, скретния. Да. Информация, подаваемая с таким опломбом, чтобы задавить население психологическими. Абсолютно точно. Никаких даже, тут никакого варианта не особого нет. Значит, что же дальше у нас? Дальше мы еще должны упомянуть с вами. Понимаете, в чем проблема большая? В смутные времена все сожгли. Вот после смерти Бориса Годунова, сжгли кому не лень. Может, и сам Борис Годунов приложил хорошо руку к сожжению бумаг, документации. А потом поляки. Причем поляки даже в описи делали документов, которые хранились во всяких посольских приказах и прочее, и все остальное. И у нас вот эти же, что я вам сейчас даю сведения, они буквально из житий святых. Буквально из каких-то сохранившихся церковных текстов, там, новгородских и прочих, удаленных, которые не попали в сожжение вот в эти времена. Которые не сожгли потом Романовы, благополучно уничтожив все вот эти царские архивы, что после поляков осталось, что еще Романовы не уничтожили. Поляки, между прочим, что интересно делали. Они, если что-то сжигали, делали опись обязательно всего, и сохранялся документ. А наши, если кинули в печку, то и вместе с описью. Никого, особо ничего не волновало. Значит, о митрополите Кирилле вообще неизвестно особо никаких сведений таких серьезных. Известно только, что вот он был поставлен после Филиппа, и вдобавок еще Спасся... Про Филиппа мы рассказываем. Да, про Филиппа не будем, про Филиппа возвращаться не будем. Значит, Спасся он предъявляет Гирея в Успенском соборе Московского Кремля. То есть, при разгабеже Москвы Гирей быстро старался грабануть Москву и уйти, и они успели отсидеться там с некоторыми митрополитами, спрятавшись в Успенском соборе. В 1971 году. В 1971 году, да. Вот так и есть, предъявляет Гирея. Значит, известен он еще тем, что ходатайствовал за князя Милославского, которого обвиняли в том, что он привел татар в Москву, что он Дюйлет-Гирея привел в Москву. И Грозный прислушался к нему и не пожалел Милославского. Значит, и чем он еще интересен? Он занимался милостыней и послал 100 рублей Константинопольскому патриарху в 1571 году, называя его хранителем веры, светильником греческой церкви и посылая ему в трудные такие вот эти времена под турецкого владычества, посылая ему 100 рублей милостыней. В 1572 году он неожиданно скончался. Тут о нем вообще нет никаких сведений, потому что, скорее всего, он был не согласен с идеей приватизации церковных земель. И по этой причине он был невозможен. Его присутствие на соборе для того, чтобы можно было решить этот вопрос, было невозможно. А так, вы знаете, что несколько этапов было решение вопроса с церковными землями. Сначала там вотчины запретили брать, потом монастырям, а потом уже при Адионисии просто все поотобрали уже на последнем, там, при Иване Грозном церковном соборе. И поэтому, видимо, каким-то добрыми людьми, то ли из-за притчников, то ли чего, он был отравлен и скончался в 1572 году. Дальше более интересная личность, значит, это митрополит Антоний. Вот что очень правильно, я считаю, это очень хорошая церковная практика, он был женат в молодости, умел сына, а потом уже в возрасте он принял пострих и стал епископом. Это очень хорошо, потому что при таком раскладе не попадают в церковные круги всякие странные люди. Значит, в 1565 году известно, что он стал архимандритом в Новоспасском монастыре. В 1568 году он уже архиепископ Полоцкий и Великолугский. В мае 1572 года избран митрополитом московским, ну, сразу после кончины Кирилла. Значит, нужно было, самая первая проверка была, нужно было утвердить брак Ивана Грозного, четвертый брак Ивана Грозного, который был, именно вот для этого было, и это было утверждено. И в 1573 году были отобраны и запрещены к принятию монастырям Боярские ворчины. Это какой год? В 1573. Значит, а в тысяч... Это такой второй этап приватизации церковных земель. А в 1580 году он запретил вообще, запретил принимать монастырям и епархиям земли в дар. Была так хитрая оговорочка, такая была, что бедным там монастырям согласие государя давалось, а богатым монастырям запрещалось вообще принимать земли в дар. Примечательный факт. Сохранилась опись 1626 года поляков, как раз вот, находившихся в Москве, о том, что в посольском приказе хранилось сыскное дело на митрополита Антония. То есть, кто-то там из чиновников писал государю доносы, бумаги, и дело целое заведено было на митрополита. И еще на епископа Крутицкого Тарасия. Это, видно, сразу указывает нам с вами на то, что все ходили под колпаком очень тихо, и на каждого было готово какое-то... Я потом буду немножко говорить под колпаком. Да, вот именно у кого. А, кстати, в это время уже действительно очень серьезную власть приобрели двор государев, и они, значит, это между Шуйскими и Годуновыми была... Да, 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 хорошо, хорошо. Гражданская тема. Да, вы скажите несколько слов, а я потом еще добавлю. Давайте. Хорошо. Раз начало 70-х годов, значит, то оно именно отмечено тем, что была якобы упразднена опрична, но на самом деле Грозный убрал самых влиятельных опричников, оставил самых верных, типа Малютов-Скуратова. Ну, кстати, вопреки вот утвержденному такому мнению о Малюте, о Григории Лукьяновича Бельском, значит, что он там был, все вот как будто вот, все царствование Ивана Грозного там было при Малюте. Да, 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 как будто он был там в Берии в предваре. Да, он погиб в 73-м году при там штурме какого-то литовского городка, значит, сложил свою голову. Значит, совершенно недолго Малюта был, но вот про него такие вот сказки всякие распространили, что он там был чуть ли не до. И вот при формировании Государева двора к 75-му году уже на первую сторону выступили совершенно новые люди, значит, как-то историки обращали внимание, что вот здесь Годунов там начинает там блистать. Посмотрите, кто такой был Годунов и кто были такие вот бояре, которые составили потом костяк, нет, костяк тех людей, которые были при смуте. Это были молодые люди, которые выступали как раз вот в середине 70-х годов на арену. Это, да, был Борис Годунов, но он шел за своим дядей, за Федором Годуновым. Годунов со своей сестрой Ириной, а сиротели рано. Он был 52-го года рождения, то есть год взятия Казани, Борис Годунов. Это, кстати, единственный о Годунове и Василии Шуцком, Василий Иванович Шуцком. Да, достоверно есть дата рождения. 52-й год оба, понимаете, они ровесники. То есть и Василий Шуцкий, он был не такой, как его рисуют там с бородой, это самое. Нет, это были молодые люди по 20 лет. Помните, с вами разбирали ереси стрегольников и там основатели как бы этой ереси. Единственные сведения о них о том, что они в каком-то году платили какую-то подаль. Ну да, да, да. То есть клеветы на ворочной артифе столько много. Вот Федор Годунов, дядя, он как раз попал в ближайшие, вот вместе с Малютой Скуратовым, и они же между собой еще родственные связи установили, ведь Годунов был женат на дочери Малюты Скуратова. То есть Федор Годунов, дядя Бориса Годунова, и Малюта Григорий Упьяныш, Скуратов-Бельский, они были между собой роднёй. Они сразу же породнили своих детей. То есть они были в дружбе. А кто такой был Федор Годунов? Это был постельничий при Иване Грозном. Что такое постельничий? Министр. Нет, это человек, который возглавляет всё. Помните генерала Власика? Ну, министр, это госбезопасность. Это генерал Власик при Сталине. Это человек, который заведует безопасностью. Он смотрит за всем, понимаете? Вот это самое ближайшее доверенное лицо. Абсолютно. Как и конюшины и всякие. Федор Годунов. А вот его племянник, которого он воспитывал с детства, у него детей не было. Он воспитывал своих племянников, понимаете? Вот такая вот история. Ирину и Бориса. Вот они попали ко двору. Вот в эти вот как раз годы. Молодые люди, совершенно молодые. И не забывайте, что сын Ивана Грозного, Иван Иванович, он тоже, он всего на два года там где-то младше. То есть это вот такая компания молодых людей, которые кучковались между собой. И не просто кучковались, они уже были определенными движимыми идеями. Я думаю, тут сначала было кучкование молодых людей. Ну, что там говорить. Ведь есть сохраненные, которым в принципе можно доверять, что Иван Иванович, он был такой разгульного образца, молодой человек, наследник престола. И понятно, с кем он, с кем он разгуливал. Вот ближайшее окружение. Вот ближайшее окружение. Это Борис Годунов. Это Бельский, будущий Богдан Бельский. Он тоже был их одногодка. Это движимое лицо вот этой смуты. Они все там вот в одном, в одном кругу, вместе с наследником престола, они все там крутились. При этом, действительно, кто-то из них был более выдающийся умом, как Борис оказался. Он в свои молодые годы умудрился начальствовать над политическим сыском. Он взял в свои руки нити управления агентурой по всей вот этой Московской Руси. То есть где-то кто-то что-то на царя плел, где-то что-то не так влятвило. Вот эта вот система, она работала так, что этого человека быстренько иди сюда. И этим управлял молодой Борис Годунов. Понимаете? При том, что он был в дружках у всех там. Он первый раз, кстати, он засветился, знаете, когда в истории. Он не сразу засветился. Он засветился именно в дружках у царя Ивана Грозного, когда он женился на Марии ногой. Но это был уже конец 70-х годов. Ну да, это уже получается как бы пятый год. Представляете, молодой человек, его в дружки берут. Ну да, он уже, значит, серьезный. Это серьезный уже, да, уже такое приближение. То есть человек взял власть вот такую и с Бельским, и с Богданом Бельским. Они сдруживались, понимаете? Они при Иване Грозном, вот он им отдавал предпочтение. Есть указание, что Иван Грозный умер-то при присутствии кого? Богдана Бельского и Бориса Годунова. Да, с Богданом он садился играть в шахматы. Да. После Пани там, да. Вот остались такие, то есть это были вот молодые люди, которые вот входили в круг, таких довереннейших лиц. И Василий Шуйский, будущий царь, тоже был их возрастом. Из этого же компания. Их возраста. И его брат Дмитрий Шуйский, это будущие вот деятели смутного времени. Понятно, теперь понятно. И я вот теперь понимаю, почему Шуйских-то всех практически репрессировал Годунов, а Дмитрия и Василия, как бывших своих. Да, да, да. Понимаете, он их не трогал. Он как-то с ними мирился и ну как бы вот с ними терпел. Но когда они уже, конечно, повзрослели, стали там 40-летними и уже к 50-ти годам мужиками, конечно, там уже интриги против друг друга пошли мощные. Уже другой распад жизни. Другой человек, наверное, проходил. Я вот лично проходил, когда друг молодости, с которым там соли съел, становится таким гадом, что уже даже гадом, которому уже даже руки не хочется подать. Понимаете? И вот это живые люди, вот понимаете? А хулиган, с которым дрался в соседском дворе и был врагом, становится умным человеком. Вот удивительно. Да, и вот эти вот люди, которые выходили потом после смерти Грозного в качестве Регинского совета при Федоре. А Грозный действительно назначил Регинский совет из своих приближенных людей. Туда входили два молодых человека. Это Годунов и Богдан Бельский. Ну да, это понятно. А остальные были постаршим. Федором Стеславский, который был влиятельнейшим лицом государства. Он возглавлял Боярскую думу. Он был как бы претендентом даже на престол, но он от него отодвигался. Он не брал его. Во-первых, у него не было наследника никогда. У него были только дочери. Федора Стеславского. Но он и постарше был. Он не входил в их круг. Ну и естественно, более старые бояре, которых назначил в Регинский совет, это Никита Захарин Юрьев, дядя Федора. Это Романов, основатель Романовской динамики. Он уже потом дальше пойдет. Да. И вот эти вот головины казначей. В общем, из этого гнезда практически все успели поцарствовать. Я обращаю внимание, что там не только были родственные вот такие вот давления. Там еще люди просто на связях вот таких вот. Если они где-то кучковались по молодости, они еще были вместе. И мы это увидим, когда начнем рассматривать вот то, что произошло после смерти Грозного. Вот мы еще одну вещь тоже должны упомнить. Почему вот были вот сейчас митрополиты, как перчатки меняются. Дело в том, что, например, Герман, которому вот голову отрубили, он в Волоколамском монастыре познакомился с Максимом Греком. Следовательно, он был последователем нестержателей. Да. И он не мог ни к каким Макарам быть при дворе, потому что нужно было национализировать вот эти земли, драки. Не к Макаре, а к Макаре. Да, да, да. Вот. Так же точно и Кирилл после этого. Он тоже был последователем нестержателей. Не мог он быть при власти, потому что вот как раз и сифляне хорошо с властью сживались. Для них это была их тема. И вот появление на престоле митрополита Антония, его в Казани называли тишайшим. Оно именно было обусловлено тем, что он ничем государю ни в чем не перечил, и не лез ни в какие государственные дела. Поэтому, по сути дела, и в 73-м году отобрал земли в монастыре, и в 1580-м запретил вообще принимать дар. Ну, не только он, а всем соборам, конечно. Это было при его согласии. Он против этого не выступал. Чем еще интересен митрополит Антоний? Чтобы побавился митрополит, может быть, это чисто была тоже такая опричненская натура. Казнил головы ему. Пришла мода забрасывать ему головы казненных во двор митрополитча. Неизвестно зачем, но факт такой был. Запугивать, наверное, чтобы боялся. Бей своих, чтобы чужие боялись. Может, это и принадлежит. Может, конечно, быть и сказки. Значит, чем он еще очень знаменит, митрополит Антоний? Он канонизировал Ефросинью Сууздальскую. Это особая почитаемая белорусская сейчас в Беларуси свято-русской православной церкви, которая вообще стала таким символом определенного западного славянства и покровительницей белорусских земель. При нем был интересный факт. Значит, погибшие в Орде Михаил и Федор Черниговский, князь Михаил и Федор, упал там, боярин его, было сделано такое театральное действие. Как бы митрополит Антоний и Иван Грозный написали просьбу покойным святым Михаилу и Федору о переезде в Москву, чтобы их перевезти мощи в Москву. С просьбой, что вот они были хранителями Москвы. Значит, еще интересный факт, очень интересный. Мы сейчас упомянули с вами Ивана Ивановича Грозного, ну, то есть сына Грозного. В 1579 году была затеяна канонизация Антония Сийского. И то ли он сам попросил Ивана Ивановича, то ли ему Антоний по своему желанию благословил ему написать житие. Антония Сийского. И вот царевич Иван, будучи развольной жизнью и прочее все остальное, он написал, его рукой написано житие. Да, да, да. Житие святого написано. И в этом году как раз вот и был, в 1779 Антоний Сийский был канонизирован. И то, что вот я еще хотел обратить внимание, в 1579 году при митрополите Антонии произошло явление Казанской иконы Божьей Матери, которая была обретена в ограде Казани и стала очень знаменательной. Она стала покровительницей всей Сибири, присоединенной потом за Казанским ханством, аж до Дальнего Востока. Ну и также покровительницей освобождения во времена смутного времени. Конечно, конечно. Под ликом Казанской иконы. Самая известная в России икона. Слипожарский мини. Самая известная в России икона, это Казанская, конечно. Более даже Владимирскую так не знают, как почитают и знают Казанскую икону. Ну, скончался он 1580. Он ушел на покой, сам по здоровью. Он просто, видно, уже не мог в этой политической придворной всей возни выдерживать. Ушел на покой и скончался в монастыре. Никто его не... Ну, свои собственные кончины. Без всяких на то серьезных событий. Ну и вот, мы уже упоминали немножко, несколько слов было. В заключении мы еще вспомним о митрополите Дионисии. Это был... Да, это обязательно нужно вспомнить. Это как раз, да, тот, кто постригал Ивана Грозного в схему перед смертью Ионы постриг. И тот, кто был при сдаче соборами церковных земель. Это был именно тот человек, который Ивана Грозного устраивал. Он был очень красноречивый и грамотный человек. Вот, в отличие от Тишайшего Антония, он любил поговорить и хорошие проповеди очень говорил. В 1577 году он уже был игуменом Хутынского монастыря, а в 1981 году уже митрополит московский. После предшествия. После убийства Ивана Ивановича, ну не убийства, а смерти, скажем так. Я даже не могу сказать. Вот в 1981 году, да, да, где-то в это время. Я думаю, да, после. Да, умирают наследники. Да, я думаю, что уже после. Значит, в 1800 году, и он, по сути дела, и присутствовал при кончине Ивана Грозного в 1984 году. Его подстригал в монахии и погребение его совершал. Чем он известен? Вот именно митрополит Дионисий. Вот как раз именно вся эта возня между Шуйскими и Борисами и Годуновыми, вообще просто пока будем говорить, между Шуйскими и Годуновыми, она была именно при митрополите Дионисии. И каждый из них пытался всякими взятками, обещаниями склонить митрополита на свою сторону. Шуйский склонил. Да, Шуйский добился своего, да. Значит, ну, долго митрополит не соглашался. Наверное, брал немножко у одного, немножко у другого. И, в общем, он занимался миротворчеством. Мирил их между собой. При Государе, чтобы они там не разодрались совсем. Уже при Федоре. Да, уже при Федоре. Ну, и при этом самом, при Иване Грозном тоже. То есть, получается, он в 81-м году стал митрополитом, в 84-м умер Грозный. Три года. Там не было никаких еще терок. Они все боялись. Какие-то обтерки. При Иване Грозном это было обтерки. Ну, да, это уже скорее, конечно. Это сразу выскочило после смерти, сразу же. Об этом я расскажу. Ну, значит, в 1584-м году, это как раз вот перед кончиной Ивана Грозного, он на соборе отказался от церковных земель. И прямо подписал этот акт. Не было никакого уже такого противостояния. И в пользу государства были отобраны огромные... Последний год жизни. Да, да. Он добился. Иван Васильевич, он все-таки добил. Он добил это дело. Тремя этапами. Аж три этапа это проходило, как я вам уже говорил. Вот какие заслуги. Да, несомненно. Недавно, кстати, Владимир Владимирович, значит, все ходила байка тут о том, что надо отдать церкви 2 миллиона гектаров водородной земли. Да, да, да. Этот вот Грозный тут всю жизнь свою отбирал эту землю отдать. Посвятил. Посвятил, да. И улыбаясь, как-то показали Владимира Владимировича по телевизору, он сказал, имея большой исторический опыт, мы не будем допускать церковь к землевладению. К землевладению возрождать феодальное церковное землевладение. Вот, значит, 1587... А, ну и чем это все завершилось, конечно. 1585, это уже позднее, мы будем еще об этом упоминать. Так как Шуйский склонил его на свою сторону... Я там интересно расскажу. Да, потом расскажете. Но, так как Годунов пришел к власти, Дионисия лишили сана, лишили митрополичей кафедры, и сослали в Хутынский монастырь за обличение Бориса Годунова в 87-м году. Ну, все правильно, только я чуть-чуть поинтереснее... Конечно, не, мы обязательно, если вы хотите, можете сейчас прямо... Да, наверное, можно так коротко. Да, конечно, конечно, давайте. Я как раз и хотел дойти вот сегодня до этой самой... Ну, там мы еще должны с вами, конечно, Федора Иоанновича обязательно... Обязательно, а я сейчас хочу вот немножко еще вернуться. Не перепрыгнешь до Годунова еще время. Смотрите, я еще хочу обратить внимание, вот эти вот молодые люди, которые пришли в 70-е годы, вот эти вот, они же оказались как раз в то время, когда Годунов рубил башку на поглядной луже своим министром. Понимаете, какой-то психологический удар. Годунов потом ненавидел вот это вот все. Вот их молодых пацанов, 14-15 лет, хотя они уже служили, уже в те времена уже служили в эти годы, 14-15 лет их таскали на этой казни, заставляли смотреть вот эту вот дрянь. И Годунов никогда не рубил голову никому. Это было противной его натуре. Кстати, он даже потом, вот это видно, ему прививку дало такое, даже во время своего шестилетнего царствования, он был, ну, одним из милостивейших государей. Ну, это да. И при Федоре тоже не было. И при Федоре вообще не было. И последние шесть лет царствования Ивана Грозного не было почти никаких. Кроме разбойников каких-нибудь, ответных уголовников. Ну, кроме текучки, текучки, да. Текучки, текучки. Репрессий политических не было уже. Кончились, да. Это обращаю еще в один маленький момент, который важен для понимания некоторых исторических вещей. Смотрите, а Федор-то Иванович был младше их намного. Он не входил в их компании. Лет на пять-шесть, наверное, да? Да, понимаете, ну, а что же, эти ребята уже сильные, молодые, здоровые. Они там где-то повоевали, где-то с делами государственными позанимались, а где-то и покутили вместе. Понимаете, а этот ребенок, пацан, да еще тихонький такой, молитвенный там, это самое. Ну, он подружился с детства с сестрой Бориса Годунова Ириной. Она тоже была при Годунове. Вы понимаете, их вот эта вот незабвенная любовь, вот эта вот, которая потом повлияла очень сильно на исторические события, Вот видите, вот их эта любовь начиналась с детства. То есть Федор Годунов их приставил ко двору, и они подружились. Вот этот мальчик с девочкой, они всю жизнь прошли рука об руку. Да, это точно. И она его не предала. Какие там... Даже в самые трудные времена. Какие там Петр и Февронья, когда вот, представляешь, какая там была любовь, какая там была... И причем у Петра и Февроньи шантаж. Февронья шантажировала Петра болезнью, будешь трудно. А здесь никакой шантажар. Да, когда вот, если позанимались там историки, вот это, сказаниями о Петре и Февроне, да не вычислишь даже, что они там что-то с язычеством у него связаны. Конечно, конечно. Она же не могла... Как она его исцелила? Чем она его исцелила? Вот не буду я об этом сильно... Чем она православными молитвами и у меня монастырская. Ну, слушал некоторых историков... Конечно, это языческие исцеления. А вот здесь такая преданная любовь, такое доверие друг к другу. Никогда никто друг друга не предал, не продал. И даже когда Федор умер, она отказалась... Почему? Потому что Федор сказал ей, постригись монахине. И она отказалась от царственной должности, хотя была месяц-два при управлении делами, потому что она свято любила своего мужа. Вот. Вот, видите, какая удивительная, чудесная нота для встретения, для сегодняшнего праздника. Верность и преданность, и настоящая верность. А Федор, тишайший, или как его там назовите, тишайший был потом... Алексей Михайлович. Отнюдь не тишайший, кстати. Да, кстати, отнюдь. А Федор, вот этот вот, которого оболгали Романова потом, чуть ли не до ум, там... Недоум, его там называют. Это был действительно царь. Пусть он был там добрый, пусть некоторые дела... Скромный, спокойный. Но во время военных действий, я обратил внимание, он не уходил из Москвы при нашествии Кызагирея. Понимаете, как Сталин не уходил из Москвы. Иван-то Грозный во время битвы Примолдя где был? Побежал в Александров, а потом в Новгород. Ну да. А этот остался с народом, и там была такая сеча с Кызагиреем. И жизнь насмерть. Нет, жизнь... Это вторая битва Примолдя была. Очень важно. Вот после этого крымцы уже успокоились. Но это был уже 91-й год. Это уже почти, да. 91-й год. Понимаете, поэтому вот оболгать вот так вот, просто так, это можно. Действительно оболгать. Оболгали человека, понимаете. Ну да, не было у него наследника. Но это был царь. Это был управитель государства. Наши романы мы потом то родить не могли, то забеременеть, то непонятно, что он никого предложил. Кто бы уже говорил о деторождении. Кто бы уже говорил о деторождении, не говорите. Так что вот такая история. Мы, конечно, еще обязательно этого коснемся. Вот таких настоящих примеров. И на такой духовной действительно ноте преданности и любви. Да, да, да. Мне так понравилось, когда я вот это вот читал. А вы знаете, еще я хочу сказать. Мы всегда говорим, поправляйте нас. Мы можем ошибаться в некоторых вещах. Понимаете? Мы можем не то, что ошибаться. Могут быть разные источники. Вот мы сейчас вот только говорили про Курбского. Как было, так или эдак. Не может быть однозначной точки зрения. Поэтому, когда... Не надо быть, как говорится, врагами. Но если есть несколько разных точек зрения, можно сформировать более объективное мнение. Объективное мнение сформировать. Еще. Я вот хочу поправить самого себя и нас с вами. По поводу смерти Ивана Наследника. Все-таки. Есть вот на данный момент, ну, действительно же невозможно, чтобы это основывалось только на слухах. Есть научные труды. Когда вот это в 1963 году произошло вскрытие, есть обследование научное. И есть научные работы. Значит, есть работа такая. Некрополи Московского Калиния. Есть, есть, есть. Вот, вот эта вот научная работа. Это... На фактах основывающиеся. Татьяна Дмитриевна Панова рекомендует. Доктор исторических наук. Значит, профессор. Это вот действительно на ее работу ссылаются все историки. А в каком году она умерла? Не помните? Да, по-моему, она живая. Она еще жива? Она еще... Вот не она ли тогда нам рассказывала... Нет, нет. Однозначно она бы такой ерунды не рассказала. Вот. Вот. У нее немножко по-другому. Я не скажу, что она доказывает, что удара не было. Но там немножко другое. Я вообще-то считаю, вот в этой истории надо ставить точку. Почему? Потому что черепа не сохранилась. Сохранилась височная... Сохранились в полосы. И височная часть сохранилась раздробленной... Понимаете? Это вам рассказывала... Да. Это не доказывает, что это прямо вот... Он мог упасть. Понимаете? Он мог... Вот если человек стоял, да? Есть обследование. И упал. Он мог удариться об этот посох головой. Никто же не говорит, что это специально... Есть специальное... Это не доказывает то, что... Специально научно... Там спектральное радиоактивное обследование волос. Есть череп, есть кость, осталось кость. Но я не... Я еще раз вам говорю. Из-за этих смену. Да. Вот я вот говорю, что вот такая вот работа. Я ссылаюсь на работу. Что она говорит прямо там, что нет черепа. Есть волосы. Волосы, которые обследовали. На наличии крови. Да. А череп не сохранился. Вот о чем написано у нее. Может быть. И на это ссылаются все... Именно череп Яна Ивановича. Да. Не Василия, не... Но остались его волосы, которые со всеми современнейшими методиками обработали и исследовали на наличии крови. Крови нету. Это не значит, что удара не было. Может быть, был такой удар. Но так помыть невозможно. Потому что исследовали, никаких клеток крови не обнаружено. Возможно, это была какая-то гематома. Но мы же не... Все может быть. То есть конкретно ответа нет, был удар или нет. Но вот есть вот такое исследование. И то, что вот нарисовали, что его вот прям дробит... Ну да. Ну это извините. Да, это дело в том, что нас именно тогда еще внимание наше обратило на то, что удар был нанесен в неволосистую часть головы. То есть он мог просто упасть. Он мог упасть. Можно идти... Я видел сам, как дедушка спускался с пятого этажа и на ступеньках зацепился и упал. Там после того, когда его уже осматривали, можно было сделать вывод, что жильцы всего подъезда собирали и убивали деда кирпичами. То есть он ударился об решетку, он ударился об ступеньки, он ударился об угол металлического уголка, торчавшего из угла. То есть, как бы, можно написать, что тупой предмет, острый предмет. Нельзя же написать, что и вот увидев рану, сказать, что это Иван Грозный ударил. Понятно, понятно. Я же говорю, что полного доказательства нет. Второе. Я могу еще сказать такую маленькую карспирологическую гляпу. Вот вам рассказывали об этом в 93-м году. 93-м году, да. Что это было за время? Ну, Ельцинские все перевороты. Это и Яковлевская бредятина антисталинская. Может быть. И Грозный-то попадал в антисталинскую пропаганду однозначно в 93-м году. Могло быть вполне. И это могло быть просто направление продолжать оболгать Ивана Грозного. Конечно, конечно. Вполне возможно. 93-й год. Это Яковлевщина. Это антисталинщина, антигрозневщина, антипетровщина и так далее. Антигосударственщина, короче говоря. Ну, вот это мое такое предложение. В общем, достаточно сведений нас нет. Я предлагаю настоящую научную работу, на которую сегодня ссылаются все историки. Есть замечательные истории. Нет, они просто привели... Смотрите как, они же выводов не делают. На волосах крови нет. Значит, не было раздроблена черепная коробка. Не было облито кровью крови. Но в то же самое время они не говорят о том, что он же умер своей смертью. Ну да. А как можно говорить, если нет черепа? Да. Я говорю, там могла быть гематома. Вполне возможно. А может, Романовы сперли череп, когда... После этого нет. Нет. После ли Суспенский собор ремонтировался. Я тогда сказал, что в сотни раз превосходила ртуть. Вот согласно исследованию, которым пишет Панова, там в 32 раза. 32 раза. А Мышьяка, по-моему, в 2 или наоборот. Да, это в разы. 3-4 раза. Да, вот поэтому могло быть все, что угодно. И свинца еще. Могло что-то на него упасть. Не обязательно, чтобы было именно раздроблено. Не будем терять время и гадать на кофейной бушке. Есть еще... В общем, доказательств того, что это сделал Иван Грозный у нас нет. Да. Мы даже не знаем, кто митрополиту Герману голову рубил и зачем. Да, где-то эти сведения скрыли. Открытый доказательств того, что... Ну, понятно, что он умер не своей смертью. Открытый еще другой момент, то, что там превышена трава, траву травилось, все травилось. 32 раза в ртуть сходило. Да, поэтому вот это вот то, что мы можем сказать. Может, и череп от ртути разложился. Я же не знаю. Да, реально объективно. А больше, как бы, выводы из этого сделать можно только вот такие сказать. Может, кто-то что-то найдет. Да, вполне возможно. У нас, как удивительно, бывают такие вещи, неожиданно где-нибудь откапываются в каком-нибудь архиве, какие-то документы и прочее. А возможно, созреет время для того, чтобы еще раз произвести. Там же все было сложено обратно, аккуратненько. Вы не представляете, когда я жил в Угличе, я работал там прорабом, я копал котлован в самом центре города, 150 метров от Кремля. У меня аж дрожал. Там столько всего. Нет, там ничего не было. Но я же дрожал. Вы представляете, копать вот эти вот пласты исторические. Мне что-то не причудили, что до библиотеки Ивана Гробова. Ну, это такое ощущение. Дело в том, что сейчас наука шагнула далеко вперед, и, возможно, генетические всякие еще вдобавок исследования. Поэтому, если будет такое, то там можно очень плиты поднять. Ну, давайте еще пройдемся по... Вот вы сейчас коснулись увольнения Дионисия. Я хочу не прям пробежаться, потому что очень интересно. И, честно говоря, тема не сильно раскрыта историками. Она как бы... Вы не обращали внимания, что вот это вот после смерти Ивана Грозного, вот это вот начало смутных вот этих вот передряг, они очень слабо прощупываются. Конечно. Мы только что и говорили. Украдена всякая фигня. Да, мы говорили о том, что, скорее всего, либо Романовы, а, скорее, все. Немного поляки руку приложили. Потом, после этого всего... Романовы. Романовы, да. И, в конце концов, у нас осталось... В общем, смотри. Ну, несколько строчек сведений. Вот все-таки... Сведений даже о некоторых меньше, чем о митрополитах 12 века. Есть серьезные историки, которые все-таки раскапывают и согласуют между собой. И очень сильно так... Все-таки определенную картину составили. Смотрите. Как только умирает Иван Грозный, о чем я уже говорил, остается Регинский совет. Несколько человек. Видно, они готовились к его смерти. Понимаете? Ну, невозможно. Что так мгновенно все... Вот это началась война. Сразу же, сразу же поднялся... Там некоторые указывают, что возник местнический конфликт между Богданом Бельским и Головиным казначеем. Сразу же возник местнический конфликт, то есть в Думе. То есть они какие-то предъявы друг другу предъявили. И прямо Бельский поднял бунт. Но в это время его поддержали только два человека из вот этого высшего совета. Это Годунов, его ближайший приятель, и Диак Щелкалов. Диак посольского приказа, министр иностранных дел. Министр иностранных дел. Это не... Кстати, и там же еще документы сыскные находились. Посмотрите. И Диак Щелкалов. Почему? Потому что он не принадлежал той родовитой партии, которую составляли Мстиславский, Шуйский и Романовы и так далее. Понимаете? А вот Мстиславский, Шуйский и Романовы стали против Бельского. Но Бельский совершил ошибку. Он своим знаменем выбрал не то, чтобы вот как бы отодвинуть вот этих вот высокородных бояр, а с Годуновым соединиться и как бы победить. Потому что у них сила, у них молодость, у них сил. А он потащил своим знаменем Дмитрия. Дедов старых. Нет, Дмитрия Царевича Маленького. А, Углесского. Ко они... Будущее. Иван Грозный наделил Царевича Дмитрия уделом. Углес его уделом. Но он еще жил в Москве. И Богдан побежал и сказал, давайте быстренько Царевича Дмитрия на трон. И тут же... А Годунов-то? Ну да. Нафига ему это надо? Он и так царский Шурин. Понимаете? И будучи вот только-только вот с Бельским в соединении против вот этих вот высокородных, престарелых бояр, он тут же, у них произошла сразу же... Вот это вот, историки на это не обращают внимания, понимаете? Он не мог его поддержать, потому что зачем? Ему Федор устраивает его как только, понимаете? И вот с цельских пор между Годуновым и Богданом Бельским... Прошло 3, чем, как бы. Основательная трещина, которая переросла потом не просто в трещину, а в страшную вражду. Вот, это первое. Сразу после этого Дмитрия удаляют в Углич. В мае месяце, его перед коронацией Федора, его вместе с двором ногих, всех этих морей, с братьями ногими, отправляют в Углич. Там 200 человек с ними, с трецов, поехало. Угличский удел, это был последний удел на Руси, который был дан в удел, именно удел, княжеский удел. В город Углич, понимаете? И Дмитрий Царевич маленький, двухгодичный уезжает. А, кстати, еще обращаю внимание, когда якобы царь Иван Грозный убил своего сына, якобы убил, и был таким страшным, таким черепообразным, таким динозавром, в это время он забабахал царевича Дмитрия. Обратите внимание, прямо вот в это время, во время смерти, в этот период смерти Ивана, то ли до немножко, то ли после, потому что в ноябрь месяц смерть Ивана Царевича Ивана, значит, осень будущего года рождается царевич Дмитрий. Вот тоже обращаю внимание, это все непросто. Понял, тут действительно видно, разыграна карта, кто сделал правильную ставку, тот с Годуновым победил, а кто сделал неправильную ставку... С этого времени Годунов идет с Щелкаловым, с Андреем Щелкановым, министром иностранным дел, ну это я так... Ну, посольский приказ. Я посольского приказа, это умнейший человек, два брата... Это уже были официальные взаимоотношения с другими государствами. Андрей Щелкалов и Василий Щелкалов, два брата, это умнейшие люди. Посмотрите, я почему-то обращаю внимание, всегда по парам, что, помните, Курицыны, два брата, висковатые два брата, которые его отрубили, а этого... Два брата Щелкаловы... А Боголюбского, вспомните, с тем, с Федором, как он только его предал, так и кончилось. Вот с Щелкаловы, с Годуновым, а Бельский, Бельского сослали в ссылку. Бельский проиграл, он взял не ту партию. Это точно так же потом, помните, произошло с Меншиковым, когда он Березов сослали, да. Он взял не ту партию, Богдан. Зачем ему было за... Ну, ему показалось, что он может совершить государственный переворот. Да, да, оказалось. Зачем его тут же скрутили и... А Годунов отплевался, ну что он, старский шурин, господи, он выкрутился. Он, тем более, авторитет уже приобрел. Он умный, он быстро выкрутился, понимаете. Но после этого возникло уже враждание между... уже между родами. И здесь Романовы пошли с Годуновым. А, они нашли себе поддержку Годуновы. Здесь Романовы объединяются с Годуновым. То есть Никита, старший боярского рода, он считался как бы... Его Мстиславские, Шуйские и Головины не считали себе ровней. Ну да. И соответственно пошла уже вот эта бодяга. То есть объединились низкородные Годуновы. Более низкородные от тех, это Романовы. То есть, но Романовы считали себя более высокородными, чем Годуновы. Даже само вот обратите, тоже вот интересно, историки на это внимания не обращают. Я никогда этого не слышал. А вот интересный момент. Романовы означает... Вот само произношение фамилии Ромейские, Римские. То есть они хотели чуть не от Августа там вести свое... Это Иван Грозный был, а так же, по счастью, пошло. И Щелкаловы. Щелкаловы были вообще... Они были просто очень высокообразованные, но они входили в Боярскую думу и занимали там министры иностранных дел. Ну, без такой разговор. Конечно, конечно. Вот возникло две партии. Высокородных, таких старых бояр. Это Шуйские, Мстиславские и Головины. И Романовы, Годуновы и Щелкаловы с другой стороны. И вот эта вот вражда уже к зиме этого же... Да, этого же... Да, ну сразу. Было все как подготовлено, как будто. Они начали биться в Боярской думе за деньги, за финансы. Ну, естественно. Естественно. Власть. Да. Царь Федор, ну, понятно, надо взять все свое. И власть, и финансы все свое. И Годуновы проигрывают с Романовым. В это время у Никиты Романова, это дядя Федора, царя, и брат Анастасии, первой жены, да, родной брат Никита Романович и Анастасия Романова, помните? Конечно. В это время у Никиты Романовича случается удар, апоплексический удар или там... Инсульт. Инсульт, может быть, да. И он все, он отходит от дел, и во главе романовского рода встает Федор, его старший сын, Федор Никитич. Он уже называется Романов. То есть его отец Никита Романович, и у них уже идет фамилия Романов. И вот эти вот Никитичи, их было очень много, их там было братьев шесть, там их много, но старшим был Федор. И вот они подошли к зиме, к зиме. Федор Романов с Годуновым, они как бы, они вместе, они тоже одногодки. Ну да, это все одно поколение. Они все одногодки, это одно поколение. Они сцепились вот с этими вот стариками-боярами. Ну, стариками это по нашему времени, это не старики 50 лет, мне 52 года, а по их временам это уже старики. В то время, да. Бородами уже, им вот этой молодой поросли, им надо этих стариков отодвинуть. Они сцепились между собой, но они проигрывают, они первую битву проигрывают, понимаете? Как там было интересно, к зиме. Деньги за войну, за деньги они могли проиграть. И эти старики, а, что нам эти сопляки? Значит, неважно там, что с ними, Дьяк Щелкалов там. За его вообще ни за кого не считали, потому что он нескородный. Годунов делает первый свой интересный ход, который, ну, просто историки этим любуются. Ну ладно, проиграли, проиграли. Он на Боярскую думу выносит вопрос, а давайте сделаем ревизию казны. Это первый Годуновский ход, которым восхищаются все аналитики. Идеальный вариант. Идеальный вариант. Все в дерьме, а я в белом. Это вот коррупция. А вот интересно, если бы он выиграл битву за деньги, делал бы он ревизию казны. Ну, что, государево дело, да, действительно, новый царь. Давайте сделаем ревизию, давайте нового царя поставим перед фактом, вот такая казна, вот мы можем... Я ему говорю, ну, это надо. И Годунов выносит этот вопрос. Он не дурак, это умнейший человек. Это да. Эти ребята, вот старики, они только начинают понимать, насколько умный парень пришел к ним с противодействием. Понимаете, вроде мы его тут победили, и он тут, опа, начинает делать ревизию. Ну, ладно, вы забрали деньги, сейчас выправили. Такие хищения выявляются. Все покрали, конечно. Что вот этих головяных, которые около ста лет управляли казной государственной, приговаривают к смерти. Такие вот такое воровство. Вы представляете, такое воровство. К смерти приговаривают, потому что там такие хищения, такая коррупция. Ну, все покрали. Все, все покрали. Ну, практически, да, выявились по документу. Это такой был ход, и все. И головяных Годунов выступает за то, чтобы их не казнить. Давайте их сошлем. Вот хитрый человек, но он набирает себе очки. Очки набирает, понимаете? Он набирает себе очки, и правильно делает. Это умнейший человек был. Не зря потом его захотели видеть царем. Он же выступает с ревизией, с предложением, и он же выступает за то, чтобы их не казнить, а просто сослать. Головяных. Он, правда, в ссылке Головин умирает. Но представляете, какой удар вот эту группировку. Группировку вот этих шуйских. И главное, все законно. Шуйский и Мстиславский лишаются поддержки. После этого казна уже встает в управление кого? Да, да, да. Конечно, естественно. Он прибирает государственные дела к своим рукам. Представляете? Конечно. Эти, конечно, бородатые взбесились. А делать ничего не могут. Он Шурин, царя. Он под прикрышкой, он царя первого лица. И тем более он не виноват в этом. Он может к нему в любое время... Вы представляете, какое бешенство он вызвал у этих стариков? Конечно, конечно. И вот они готовят против него следующий удар. Интригу. Да не то, что интригу, а прямо удар. Понимаете? Шуйский подкупает... Через всего полтора года, не больше, прошло. То есть, сколько времени понадобилось, чтобы приготовить этот удар. Шуйский подготавливает... Весной 1986 года они поднимают московскую толпу против именно Годунова. Народное восстание. Которое... Народное восстание против Годунова. Толпа ломится в Кремль. Требует выдать Годунова. Ну, как при Петре вот этих вот его дерьев требует... И приносит с собой камни, показывая, что сейчас мы его заколотим камнями. Понимаете? Все. Годунову вроде бы капец. Шуйский, Киславский потирает руки. Ну ладно, что там? Пацана этого все задает. Он испугался, он там спрятался куда-то. Ну, действительно. Ну, побили б камнями. Ну, побили б камнями и все. Значит, все. Шуйский выходит на крыльцо и говорит... Они тоже понимают, что московское негодование может им перепасть боком, честно говоря. И он говорит, ребята, все. Мы с Годуновым договорились, мы с ним помирились. Значит, он поставлен на место. Все расходитесь. Каким-то образом он эту толпу утихомерил. Вы представляете, это они полтора года готовили политическую провокацию, настраивали против милонарода. Слушайте дальше про нашего Дионисия. А, Дионисий с Шуйскими идет, с Всеславскими. Дионисий с ними. В этот момент. В этот момент уже. Они его уже к себе подтянули. И в это время они прекрасно понимают, чтобы полностью добить Годунова. Это 1986 год. 1986 год, весна. И они готовят петицию вместе с Дионисием. И идут к царю Федору, чтобы он развелся со своей женой Ириной. Вот какую дебильную ошибку они произвели. То же самое, что Бельский произвел. А это они решили, чтобы совсем Годунова. Чтобы добить Годунова, да. И они идут с этой петиции. И Федор, вот этот вот человек, который тишающий, который нежнейший, добрейший. Он пришел в бешенство. Он пришел в бешенство. После этого он сослал. Тут же сослал Дионисия в ссылку. Его там в какой-то монастырь. Да-да-да. Значит, тема. Ну, неважно. Послушайте дальше. Ну, Шуйский не сдаются. А, кстати, Шуйских возглавлял тогда не вот эти вот братья, которые дружили с Годуновым в молодости. Дмитрий и Василий Иванович будущийца. Нет. Возглавлял Шуйский. Фамилию Шуйских. Я, извиняюсь, что раньше не сказал. Иван Петрович Шуйский. Это герой Псковской обороны. Это авторитетнейший человек. Андрей Шуйский, его брат. Вот они возглавляли. Это люди старые. Это люди воеводы с большим опытом. Авторитетнейшие. То есть это герой битвы с Баторием. Честно говоря. Вот Шуйский. Вот кому. Годунов встал в горло. В горле. Они наносят вот такой удар. Ну, вроде Годунов и повержен, и вроде обжигал опять победу. К зиме этого же года они готовят еще один удар для Годунова. Ну, как бы... А в это время Годунов с Романовыми. Я еще раз обращаю внимание. Годунов, Романова и Щелкалова. Вот две партии. То есть еще один удар к зиме. Там историки, честно говоря, определенно не знают, что произошло. Они знают, что во двор к Годуновым пыталась вломиться толпа. Ну, опять же, тоже самое. Чисто вооруженным путем, но их там уже ждали. Майдан. Их там уже ждали. Всех этих людей повязали. Сослали куда надо. Опять же, никого не казнили. Сослали куда надо. Пожалили. И опять Годунов победил уже физически. Он уже в руках держал такую власть, что смог их просто физически победить. Побить. Побить. В 86-м году. Уже после ссылки Дионисия. И... А, нет. Виноват. Перед этим еще произошел один плюс Годунову. Осенью, осенью, перед этим бунтом зимним. Это было уже окончание вот этой схватки. После этого начали Шуйских ссылать, да. А осенью... В 87-м году. Да. После... Ну, его, может, сослали. Да, чуть попозже. Чуть попозже сослали, да. Может, не сразу, а, может, сослали, да. А отстранили от вот этого вот... Ну, все. Он уже попал в немилость Федора, уже все. Он потерял свою власть, митрополита. Осенью еще произошел один важный случай. Годунов опять. Позже, своими вот этими связями, когда он владел тайными делами, политическим сыском, помните, я же говорил у него все... Да, ты вешал. Да, да, да. Он вычислил одного из Годуновых, ой, одного из Шуйских, что он якшался с литовцами на границе под видом охоты. И вынес это на Боярскую думу. Ребята, вот показания, вот, смотрите, вот этого парня поймали, вот он якшается с теми... Да, 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 да. И они аж сцепились, они на ножах схватились в Боярской думе. Ребята-то были такие крутые. Значит, Андрей Шуйский и Борис Годунов, они с ножами там друг на друга набросили, их поранили даже друг друга. Ну, растащили. Вот это очень... А после этого уже, вот эта вся сбешенная вот эта вот знать, высокородная, она уже устроила вот этот вот таран. Таран. После этого уже начались репрессии после Шуйских. Против Шуйских. Все. Уже у Годунова были развязаны руки. Да, они уже получились не просто, а как деятели перевороты не устраивали. И он уже, они пошли все в ссылку. Уже интриги были чрезмерные. Да. Они уже все в ссылку пошли как участники переворота государственного. Вот такую вот, такую победу Годунов одержал, чтобы вот встать это самое. При этом он своих... Проявив политические таланты. Таланты. Он своих вот этих вот дружков Василия Шуйского и Дмитрия Шуйского братьев оставляет. Ну, как бы я их не всех. А те, конечно, уже присмирели и лапки поджали. Естественно. Молодые-то они поняли, что дружок дружком, но если надо голову-то... Не то, что голову оторвет, а жизнь-то подпортит основательно. А Иван Петрович Шуйский, к сожалению... То есть, получается, Годунов после первой попытки переворота подготовил себе защиту. Конечно. Причем в реальной оружии. Какая интересная история. Он понял, что они могут в любой момент еще раз такое же устроить нападение в Майдан. Да. И начали... Ну, конечно, он царю представил это как антигосударственный переворот. Ну, так и есть. Так и есть. Ивана Петровича Шуйского и Андрея Шуйского, там еще многих Шуйских, там несколько человек, их поразослали по-разному. Иван Петрович, вот этот герой обороны Пскова, он умирает, тут же умирает в ссылке. Говорят, ему там тоже заслонку печки, ну, говорят так. И, естественно, после этого поползли слухи, что Годунов всех устраняет. Что поубивал всех. Любая сплетня, что где-то кто-то умирает, там головин умер в ссылке. Ну, да, потом жить висит. Все, сразу молва стала присваивать Годунову. Ну, конечно, наушники Шуйских тоже работали. Вот такая складывалась обстановка к концу 80-х годов. Мы до следующего еще придем. А если время есть, сказать про сибирские дела? Нет, это мы уже давайте оставим на следующий раз. Потому что сильно разбежится тема. Согласитесь, это вообще удивительно. Это уже, знаете, здесь уже зарождение политических интриг, дебатов таких при царских дворах. Они были и раньше. Нет, 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 это другого уровня. Уровень прошел. Годунов это уровень политических. Счастье в иностранных шпионах. Это мастер политической интриги Годунов. Мастер, просто мастер. И вообще это мастер государственных дел оказался потом. Так и оказалось. Ну вот, всех еще раз с праздником, с ретиньем. И вот сегодня мы упомянули об обретении Казанской иконы Христовой Богородицы. С праздником, спасибо. С праздником, с наилучшими пожеланиями. Спасибо. 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 С праздником, с наилучшими пожеланиями. Спасибо. Спасибо. С праздником, с наилучшими пожеланиями.